Банки начинают зарабатывать, начинают именно зарабатывать относительно кредита с месяца, только с четвертого, после пользования данным кредитом. Почему? Ну, вот так все рассчитано. Это долго объяснять, честно. А если мы сразу заплатим страховку полмиллиона, они уже, так сказать, отбили свою подушку безопасности. Им выгодно, чтобы человек остался с страховкой. Да, все верно. Также, разумеется, если у него имеется страховка... А какие дополнительные услуги могут быть, помимо страхования? Ну, в основном это страхование идет. Некоторые предлагают еще кредитную карту, предположим, в пакете, к обычному кредиту. Такое тоже бывает. Ну, пусть полежит, полежит. Да, ну, все мы прекрасно знаем, она пока лежит, и ей уже 20 раз воспользовались. То есть кредитные карты не могут лежать просто так. Они всегда лежат у нас в пиджаке, в куртке, они всегда рядом. То есть не бывает такого, что кредитная карта лежит, под столом стоп отбирает. А сколько получает коллектор в банке? Из чего, в принципе, складывается заработная плата? Из банка в банк по-разному. То есть я знаком с несколькими людьми, которые работали в других банках. У нас в среднем получали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. То есть имеется определенный оклад. Основная часть – это премия. Премия за что? Вот, да, интересный вопрос. Я сразу могу сказать, что премия не зависела от суммы. То есть не было процента. То есть, если, предположим, я вернул в банк 1 миллион рублей, это не означает, что мне, предположим, заплатят 1% с этих денежных средств. Там была, скажем так, интегральная система, которая работала от того, сколько человек вернулись на обслуживание, на каких условиях они вернулись на обслуживание, и также, разумеется, какая сумма была затрачена на то, чтобы они вернулись на обслуживание. Приглашаю в мой чат поддержки в Телеграм. Там мои клиенты и обычные люди, которые списывают в себя долги и кредиты. Вы можете с ними пообщаться. Ссылка на Телеграм-чат в описании. А QR-код вы сейчас видите на экране. Поделитесь, пожалуйста, какую максимальную сумму за месяц вам удавалось заработать? Рекорд у меня был порядка 120 тысяч. Это, можно сказать, единомесячный момент произошел. А за счет чего? Нам увеличили именно премию, исходя из того, что у нас очень сильно возрос пакет именно клиентов, которые находились в просроченной задолженности. То есть в среднем в банке клиенты, которые находятся в просроченной задолженности, это от 2 до 5% от общего числа клиентов банка. У нас данный показатель возрос до 10%. Из-за этого падали акции, банк стоил стоить дешевле. И никому, особенно акционерам, это было не нужно. Им было проще заплатить нам больше, нас больше замотивировать. Чтобы вы больше взыскали. Чтобы мы больше вернули клиентов на обслуживание. Потому что имеется определенный пакет клиентов. Каждого нового клиента с нуля привлечь банк крайне проблематично. И если мы решим проблему клиента, то есть поможем восстановиться на обслуживании, он с нами останется дальше работать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и смотрите мой новый формат самыми первыми. До новых встреч! Ваша Наталья Катряева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok